BMW, Volvo, Jaguar и Mitsubishi. Это лишь часть автомобильных брендов, которые замораживают деятельность на территории России из-за проведения властями специальной военной операции. Также по авторынку бьет и снижающийся курс рубля. Многие владельцы находятся на распутье. Автомобилисты поделились на два лагеря. Одни говорят, что машины теперь будут супер дорогими, потому что есть дефицит, особенно иностранного производства, редкие и так далее. Другие говорят, что надо продавать дорогие машины и пересаживаться на более дешевые. Алексей уверен, в итоге подорожают и некогда дешевые машины. Из-за невозможности приобрести новые автомобили с салона, начнет расти цена на авто с пробегом. Уже сейчас, например, стоимость популярной в России Toyota Camry подскочила на 200-300 тысяч рублей. Автомобили на вторичном рынке подорожали примерно на 20-30%. Можно с уверенностью сказать, что ценник будет еще расти. В любом случае автомобили будут продаваться, выученный авторынок будет подниматься в цене. По словам специалистов, в цене поднимутся не только сами машины. Это затронет также запчасти и комплектующие. Уже сейчас цена на некоторые из них возросла на треть. При этом в ближайшее время магазины могут столкнуться с временной нехваткой товара. Все производители взяли некую паузу, потому что понимают, что, скорее всего, будут перебои с поставками. Я думаю, что китайский рынок нам поможет в этом плане. И большинство запчастей они уже делают достаточно хорошего качества. Единственное, что потребуется какое-то время на то, чтобы они расширили свой ассортимент продукции. Китайские автомобили могут стать заменой ушедшим из России европейским и американским маркам, считают эксперты. Однако, чтобы они зашли на рынок и заработали доверие покупателей, нужно время. А значит, автолюбителям придется искать аналоги и привыкать к новой ценовой политике. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.